Яна Юрьевна Семглазова, рекомендации и реалии химиотерапии HER2-негативного метастатического рака молочной железы, разбор клинического случая. Глубко уважаемый президиум, Владимир Федорович, Евгений Наумович, Джозеф Глигоров, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы отметить, что действительно неудивительно, когда в одном информационном поле может собраться более 900 слушателей, а судя по чату, нас действительно сейчас более 900. И также важно, что, также неудивительно, что современные технологии позволяют бороздить геном опухолевой клетки, как в прошлом веке ученые бороздили космос, но и продолжают и сейчас. Визуальные локализации по-прежнему лидируют в структуре онкологической заболеваемости и смертности не только во всем мире, но и в Российской Федерации. И обратите внимание, несмотря на то, что молочная железа и шейка матки, еще раз повторяю, являются наружными локализациями, опухолями наружной локализации, тем не менее, более чем у трети больных рак данных локализации определяется в третьей и четвертой стадии. И после блестящих выступлений докладчиков мне остается только подвести итоги и расставить определенные акценты. Безусловно, основной цель лечения больных метастатическим раком молочной железы является увеличение общей выживаемости. При этом при максимальном контроле симптомов заболевания и, безусловно, при сохранении удовлетворительного качества жизни, при этом предотвращая определенные серьезные осложнения. И по последним международным рекомендациям, отечественным рекомендациям, безусловно, и мы это прослушали в докладах, отдается предпочтение последовательной монохимиотерапии. При этом комбинированная химиотерапия назначается, как правило, в первой линии, особенно пациентам, у которых есть явление висцерального криза. То есть при поражении печеночной ткани, когда расширяется капсула глисона, возникает выраженный болевой синдром, увеличиваются трансаминазы, или при поражении легочной ткани определяется у больного явление дыхательной недостаточности вследствие, опять-таки, лимфангита или же эксудативного плеврита. Вот в такой ситуации у пациента нет времени, и мы должны в кратчайшие сроки провести лечение, а это комбинированная химиотерапия, которая позволяет достаточно в короткие сроки справиться с симптомами интоксикации. Таким образом, безусловно, метастатический рак, это мы знаем, является неизлечимым заболеванием, поэтому основной целью терапии является увеличение продолжительности жизни больных, контроль симптомов заболевания и при максимально высоком качестве жизни данной категории больных. Возникает вопрос, как долго продолжать химиотерапию? До достижения значимого эффекта и закрепления этого эффекта несколькими циклами химиотерапии, либо до непереносимой токсичности. По последним рекомендациям, в том числе АСКО, все-таки рекомендует придерживаться продолжения химиотерапии до ее переносимости. Однако, тем не менее, все равно существует та золотая середина, при которой нужно соблюдать баланс с токсичностью и качеством жизни больных. И очень важно, что если пациент не ответит на первую и вторую и последующие линии химиотерапии, то до более эффективного лечения он попросту не доживет. Поэтому наиболее эффективное лечение должно назначаться максимально рано, желательно в первую и вторую линию. И по последним рекомендациям, опять-таки, АСКО, отмечается уже однозначно, что, безусловно, основными критериями эффективности лечения являются достижение значимых показателей общей выживаемости и улучшение качества жизни. При этом вводятся совершенно стандартизованные показатели, что минимальное дополнительное улучшение, которое можно считать клинически значимым результатом, определяется как относительный риск, соответствующий улучшению медианы общей выживаемости до 6 месяцев в зависимости от клинических условий линии терапии и по типу заболевания. Как уже подчеркнул Джозеф Глигора в своем докладе, что, безусловно, для терапии первой линии основными препаратами выбора являются антрациклиновые антибиотики и токсаны. В клинической практике, тем не менее, в ряде ситуаций могут использоваться и другие комбинации, включая и капсицитабин с винарильбином, и комбинацию гемцитабина с цисплатином у больных с прогрессированием после антрациклинов и токсанов. По использованию данной комбинации неонкология Петрова имеет достаточно большой опыт, было защищено несколько диссертационных работ. В том числе и могут использоваться такие препараты, как гемцитабин или винарильбин в монорежиме при достижении у больных с прогрессированием после антрациклинов и токсанов объективный ответ достаточно приемлем, и медиана выживаемости в ряде случаев не являлась критерием оценки эффективности. Также используется еще буквально в начале этого века в неонкологии достаточно активно изучался капсицитабин, и также мы рассказывали об этом препарате, особенно у пациентов, которые резистентны к антрациклиновым антибиотикам и токсанам, и восхищались в тот момент, что действительно препарат пероральный, очень удобен для приема, и можно применять его в амбулаторных условиях. Но тем не менее, безусловно, мы сейчас сталкиваемся с достаточно выраженной плантарно-пальмарной дезостезией, ладоноподошвенным синдромом, который в ряде случаев значимо ухудшает качество жизни данной категории больных. И все-таки в нашей клинической практике мы опираемся на уровень доказательности, определенный уровень доказательности, которым являются прежде всего исследования, которые легли в основу регистрации данных препаратов. И очень важно, чтобы доказательная база была получена на весомом количестве больных. И в настоящий момент такими исследованиями, у которых конечной точкой являлась бы общая выживаемость, при максимальном достоверном наборе количества пациентов, на основании набора которых мы могли бы получить достоверные данные, мы имеем только в клинических исследованиях при применении ирибулина. Сегодня мы уже много слышали о препарате, который является не токсановым ингибитором динамики метротрубочек. Он, по сути, является синтетическим аналогом природного цитостатика гальхадрина B, выделенного из морской губки. Очень важно, что в преклинических исследованиях было показано, что этот препарат высокоэффективен на моделях опухоли, резистентной к токсанам. Два основных исследования, которые легли в основу регистрации ирибулина как в Европе, в Соединенных Штатах, так и в России, это два исследования, в одном исследовании, где препарат использовался во второй, третьей и более линии химиотерапии по сравнению с группой по выбору лечащего доктора. А вот во втором исследовании препарат использовался в более ранних линиях и группой контроля применения капицитабина в стандартных дозах. И, безусловно, везде основной точкой, первичной и конечной точкой, что большой плюс, и исследователи были заведомо ожидали хороший эффект, поскольку они побоялись включить именно общую выживаемость в конечную точку эффективности лечения данной категории больных. Обращаю ваше внимание, что по данным объединенного анализа в это исследование вошли все пациенты, включенные в два исследования, о которых уже много говорил Джозеф Глигоров и Евгений Наумович, так вот практически большинство пациентов, практически в 100% случаев получали токсаны и антрациклиновые антибиотики. При этом более трети больных получали лечение рибулином в ранних линиях. В первой ряде пациентов получали эту терапию после рецидива на адевантной терапии, включающей антрациклиновые антибиотики и токсаны. И вот очень важно, что конечная точка, общая выживаемость значимо была выше у пациентов с крайне неблагоприятной подгруппе, которой относятся трижды негативный рак молочной железы, а это, как правило, молодые женщины, которые изначально обречены на высокую частоту висцерального метастазирования, в том числе метастазов головной мозг, такой же частотой, как и при HER2-позитивном раке молочной железы. Так вот, при назначении рибулина данной категории больных значимо увеличивались показатели общей выживаемости практически на 4 месяца, а это медиана, следовательно, мы понимаем, что продолжительность жизни у большинства пациентов была значимо больше. И также важно, что отметить хотелось бы, что и у пациентов с HER2-негативным раком молочной железы при положительных рецепторных статусах, статусе эребулин был также эффективен, и результаты статистически достоверны. При этом важно, что независимо от количества метастазов, чем больше, тем препарат при этом был эффективен, и также отдается предпочтение пациентам, у которых были невисцеральные метастазы. Хотя препарат работал и при висцеральных метастазах. Когда мы сталкиваемся с препаратом, мы должны знать, каковы побочные эффекты на фоне проводимого лечения. Так вот, возникают действительно, по аналогии с токсанами, могут возникать как нейтропения, так и ликопения, и фибрильная нейтропения, причем частота фибрильной нейтропения была сопоставима с частотой, которая возникает и при капецитабине. А мы знаем, что на капецитабине фибрильная нейтропения возникает крайне редко, и такие ургентные ситуации достаточно редки. И еще также важно, что одними из побочных эффектов, которые возникают на эребулине, это возможно как астения, так и метагенный эффект, но опять-таки частота этих побочных эффектов была сопоставима с частотой, которая возникает и на капецитабине. А вот ладоно-подошвенный синдром, который наиболее часто возникает у большинства пациентов, принимающих капецитабин, он встречался только у больных на пероральной терапии. Основной, пожалуй, достаточно часто встречаемый побочный эффект, он в принципе ожидаем, поскольку препарат воздействует на мелиновую оболочку микротрубочек, и в принципе не микротрубочек, а нервных волокон, и механизм действия направлен на подавление микротрубочек, то безусловно ожидаемым побочным эффектом является периферическая сенсорная нейропатия. И хотелось бы отметить, что по опыту тех пациентов, которые ранее получали токсаны, у них, как правило, большинство тех пациентов, которые пролечились в нашем центре, в институте онкологии, у них не учащалась, не возрастала частота периферической полинейропатии. И когда мы работаем с препаратом, мы должны знать, как можем ли мы редуцировать дозу, можем ли мы отложить введение препарата. Так вот, вообще, чем удобен препарат? Вот он вводится в первый восьмой день в течение буквально двух минут, внутривенно, быстро. Проблем с введением препарата, как правило, не возникает. Но, тем не менее, поскольку все-таки препарат обладает токсичностью, гематологической токсичностью, то если возникают такие осложнения, как нитропения, тромбоцитопения, клинически значимые, то введение рибулина мы должны отложить максимум на одну неделю. Но вот если к пятнадцатому дню токсические проявления не разрешились, тогда это введение, которое планировалось на восьмой день, мы должны пропустить. Но вот если все-таки к пятнадцатому дню эти явления разрешились, они ушли, либо все-таки идет снижение токсичности, точнее, токсичность возросла до второй и высшей степеней, тогда рибулин вводится в более сниженной дозе. И если мы можем редуцировать эту дозу и до 1,1 мг на метр квадратный, далее при возникающей токсичности, она возникает крайне редко, но все-таки она бывает, мы можем редуцировать дозу до 0,7 мг на метр квадратный. Затем лечение прекращается. Но вот по тому опыту, который есть, я хочу сказать, что пациентов, которые бы мы прекратили лечение из-за токсичности, у нас не наблюдалось. Мы очень много говорим сейчас о качестве жизни и часто не совсем понимаем, что под собой подразумевается. А начиная уже с 90-х годов, АСКО четко обозначило, что общая выживаемость наряду с качеством жизни является основными критериями оценки эффективности больных, особенно метастатическим раком молочной железы. И вот качество жизни является единственной целью для лечения пациентов в инкурабельной стадии заболевания. И основоположником данной теории является Сергей Петрович Боткин, который еще в XIX веке четко определил, что лечить нужно не болезнь, а больного. И вот что включает в аспекты, включающие качество жизни? Прежде всего, это физическое благополучие, социальное благополучие, психологическое благополучие и духовное благополучие. Что наблюдается у пациента в ранних стадиях? Да, физически он не ощущает практически эту опухоль, она обнаруживается, как правило, по данным обследования, и духовное благополучие пациента не страдает. А вот на поздних стадиях онкологического заболевания пациент полностью разбалансирован. То есть у него отсутствует, он фактически не существует как личность. Поэтому очень важно на данном этапе, по возможности, пациент должен получать, безусловно, психологическую, а в ряде случаев и психотерапевтическую помощь. Но самое главное, чтобы качество жизни не усугублялось на фоне проводимой терапии, а в ряде случаев, наоборот, качество жизни именно у данной категории больных метастатическим раком молочной железы должно улучшаться. И, безусловно, ни один препарат никогда не будет зарегистрирован, даже несмотря на его высокую эффективность, если качество жизни будет снижаться из-за непереносимой токсичности или же по каким-то другим причинам, которые не позволяют пациентам чувствовать себя достаточно в допустимых критериях качества жизни. Так вот, одно из исследований было опубликовано по изучению качества жизни эребулина по сравнению с капицитабином на ЭСМО в 2014 году, и здесь было четко показано, что эребулин с капицитабином по качеству жизни были сопоставимы, и эребулин, будучи новым препаратом, никоим образом не ухудшал качество жизни данной категории больных. Еще одно исследование, это качество жизни, вопрос был в 301-м исследовании, где сравнивался эребулин против капицитабина. Результаты были представлены на ЭСМО в 2014 году, и было показано, что время до ухудшения самочувствия было сопоставимо в отношении общего качества жизни в обеих исследуемых группах. Однако время до значимого ухудшения качества жизни вследствие гастроэнстенциональной токсичности, которая характерна для капицитабина, такие как эмитогенный эффект, диарея, достоверно больше и чаще возникали в группе капицитабина. Также качество жизни изучалось, и поверьте, это достаточно емкие критерии оценки, особенно если правильно поставлены задачи, подобран опросник, а самое главное есть методы оценки данного опросника. Так вот, на конференции САПС в 2014 году качество жизни при монотерапии ребулина в первой линии лечения метастатического рака молочной железы было показано, что большинство пациентов в обеих группах отмечало стабильное качество жизни, и при этом показатели качества жизни по симптомам заболевания улучшались на 10 пунктов на фоне терапии ребулином у большинства больных. И еще одно исследование, которое было представлено на АСКО в 2015 году у пациентов старшей возрастной группы, получавших ребулин в комбинации с капицитабином, так вот было показано, что безусловно комбинация высокоэффективна, частота клинического эффекта составила 80%, при этом токсичности, непереносимой токсичности не наблюдалось, и качество жизни увеличилось на 55% после лечения по сравнению с исходным уровнем за счет более эффективного контроля над симптомами заболевания. И здесь вот отмечается, что доза ребулина была уменьшена по сравнению со стандартной до 1,1 мг на метр квадратный, и в том числе препарат назначался у пациентов старше 70 лет и с висцеральными метастазами, что опять-таки открывает перспективы для использования данной комбинации, а эрбулин, подчеркиваю, в настоящий момент он зарегистрирован без указания о возможности в использовании в монотерапии или же в полихимиотерапии. И исследование по качеству жизни, опубликованное на ЭСМО в 2014 году, где исследовалась оценка качества жизни в мультицентровом проспективном итальянском наблюдательном исследовании, опять-таки было показано, что у пациентов старшей возрастной группы качество жизни было также значимо улучшалось, также значимо улучшалось, и терапия ребулином привела к достоверному увеличению качества жизни в отношении субъективного восприятия симптомов болезни. Таким образом, имеющие данные свидетельствуют не только об эффективной противоопухолевой активности ребулина, но и балансе эффективности и токсичности, позволяющем улучшать качество жизни больных на фоне проводимой терапии. И теперь клинический случай из практики. Больная 56 лет, у которой на момент осмотра был зарегистрирован рак правой молочной железы. Состояние после комплексного лечения больной было выполнено мастектомией по ПЭТИ справа, 6 циклов адювантной полиохимиотерапии по схеме эффект, включающие антрациклиновые антибиотики, лучевой терапии и гормонотерапии тамоксифеном в течение 5 лет по адювантной программе. Иммуногистохимически у больной был верифицирован люминальный рак молочной железы. Через 6 лет, в 2011 году, у больной был зарегистрирован рецидив с метастазами в кости и мягкие ткани передней грудной стенки. Учитывая большой, достаточно безрецидивный период, больной была рекомендована первая линия гормонотерапии, гормонотерапии литрозолом и в комбинации с остеомодифицирующими агентами в течение года. Была достигнута стабилизация процесса. Затем через год у пациентки возникает прогрессирование уже с метастазами в печень и с висцеральным кризом. Учитывая, что у пациентки возник висцеральный криз, безусловно, мы перешли на химиотерапию, полихимиотерапию по схеме эффект. Но хотелось бы сказать, что эта пациентка отличается вообще уникальной переносимостью терапии. Вначале мы справились с фибрельной нитропинией, чуть позже у пациентки возникает тяжелейшая двусторонняя чаговая сливная пневмония, и от идеи применения дальнейшей химиотерапии мы отказались. И в связи с прогрессированием процесса в дальнейшем перевели пациентку на гормонотерапию фулвестрантом. Безусловно, так как при любом рецидиве заболеваний и наличии измеримых таргетных очагов должна проводиться повторная верификация заболевания. Эта верификация была выполнена, был диагностирован не специфицированный рак молочной железы. Опять-таки, рецепторный статус не изменился. Это была гормоночувствительная опухоль. И после прогрессирования на фулвестранте мы все-таки попытались вернуться к химиотерапии. Назначили ей капицитабин. Опять-таки, у этой пациентки на двух циклах монохимиотерапии капицитабина, несмотря что возникла стабилизация, был тяжелейший ладонно-подошвенный синдром. И поэтому от проведения дальнейшего химиотерапии капицитабином мы отказались. После прогрессирования симптомов заболевания, дальнейшая болезнь все-таки прогрессировала, мы перешли на третью линию химиотерапии, винарельбином, в капсулах, в монорежиме. И, безусловно, бифосфонаты продолжались, поскольку у больной были метастазы в кости. И опять уже возникает очередное бурное прогрессирование. В январе 2014 года появляются метастазы в другой молочной железе, в подмышечных лимфатических узлах справа, на передней грудной стенке. Прогрессируют процессы в печени, нарастает выраженный висцеральный криз. Причем безумный болевой синдром, который не купируется нестероидными анальгетиками, попытка наркотическими анальгетиками снимала болевой синдром, но ненадолго. Тяжелое общее состояние, и пациентке начинается введение монохимиотерапии рибулином. И вот тот эффект, который был у этой пациентки, я, пожалуй, ни на одном другом препарате не сталкивалась. Хотя, я думаю, что у многих химиотерапевтов есть такие препараты. Когда буквально на игле прекратился болевой синдром. Больная чувствовала себя достаточно хорошо. Ушел полностью болевой синдром. Уменьшились проявления метастазов на передней грудной стенке. Качество жизни и кок пациентке стало практически нулевым. Пациентка смогла не только работать, но и путешествовать. И вот то время, которое было подарено благодаря использованию современного достаточно высокоэффективного лечения, для этой пациентки значимо. Но, тем не менее, все равно болезнь прогрессирует. В данный момент у пациентки развились метастазы в головной мозг. Тем не менее, именно такое эффективное лечение, если бы оно было использовано на более ранних сроках, возможно, мы бы получили уже другой ответ на последующую терапию. Хотя вот для этой пациентки уникальная переносимость на стандартное лечение, в том числе и антрациклиновыми антибиотиками, капецитабином, но вот и терапия рибулином и хорошо переносилась, и буквально на игле купировался болевой синдром, и практически полностью прекратился. Таким образом, возвращаясь к вышеизложенному, что, безусловно, самое эффективное лечение должно использоваться как можно раньше. Потому что, если пациенты не будут использовать это лечение в более ранние сроки, на более поздних сроках они до этого лечения просто не доживут. Благодарю вас за внимание. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, чем вы заполняете свободные интервалы? Используете ли вы в своей практике антиметастатические препараты, которые в стенах этого института предлагал заслуженный деятель науки профессор Лазарев, вот портрет которого висит, второй от угла. Ну, следующие вопросы я задам потом, исходя из того, что вы мне ответите. Да, спасибо большое за очень хороший вопрос. Тут несколько тактик. Мы используем, в нашей клинической тактике мы должны использовать несколько таких подходов. Первый подход, о котором я говорила, мы используем препарат до непереносимой токсичности. Вот у этой пациентки, о которой я докладывала выше, у этой пациентки мы использовали препарат до того момента, как он работал. А далее уже назначалась другая линия терапии. Но вот все-таки, если есть другой подход, когда мы проводим, предположим, 6 циклов химиотерапии при контроле симптомов заболевания, а затем 2 цикла по закреплению, и мы таких пациентов отпускаем в заслуженный отпуск. Так вот, в своей клинической практике, все-таки учитывая, что это болезнь метастатическая и длительная, то вот в эти интервалы, в светлые промежутки, пациенты просто восстанавливают функции организма. То есть угнетенное костно-мозговое кроветворение, паранхематозную недостаточность. Поэтому вот, если возникают светлые промежутки в лечении, то в это время пациент проводит в свое удовольствие, то есть и работает, и общается с семьей, и забывает на какое-то время о существовании болезни, естественно, на динамическом наблюдении. Но вот в своей клинической практике такие режимы поддержки практически не используют. в ряде случаев, только с исключением, когда это гормоночувствительная опухоль. И вот при контроле над симптомами заболевания посредством химиотерапии мы переводим таких пациентов в дальнейшем на гормонотерапию. Да, такой подход используется. Простите, пожалуйста, вы, наверное, не поняли мой вопрос. Наверное, наверное. Значит, больной, онкологически больной, но тем более больной раком молочной железы, вообще, наверное, на химиотерапии лечится около двух лет. Ну, практика так показывает. Значит, допустим, вы провели курс химиотерапии, он длился месяц, дальше вы больного отпускаете. Какие рекомендации? Не только хорошо отдыхать, это очень хорошо, а вот медикаментозные рекомендации, исходя из того, что в стенах этого института великие ученые, не побоюсь сказать, заслуженный деятель науки, профессор Лазарев, предложил антиметастатические препараты, адаптогены, рекомендовать больным для заполнения вот этого промежутка светлого. Вы рекомендуете что-то или вы отпускаете больного? Просто, дорогой товарищ, иди гуляй. Ну, допустим, у него нейтропения. Ну, давай кушай там икру красную или там еще что-то. Хотя, в общем-то, при раке молочной железы, наверное, это не очень нехорошо. Что, извините, молочной железы. Что вы рекомендуете конкретно? Какие сборы, какие препараты? Что конкретно? Ведь у нас в нашем городе, Санкт-Петербурге, есть реабилитационный центр. И там есть опытные врачи. Профессор, допустим, Еременко Кассиния Валентинна, которая этим занимается. И вот больные, ну, в частности, из Института онкологии, тоже поступают туда. Именно в этот светлый промежуток. А что вы рекомендуете? Спасибо. Вы, безусловно, совершенно правы. Но вот в той клинической практике, которой придерживаемся, существуют определенные клинические рекомендации по доказательной базе. И если у пациента возникает фибрильная нитропиния, по показаниям, да, безусловно, назначаются колонии стимулирующие факторы. Но если у пациента, по данным биохимического анализа крови, клинического анализа крови, показатели соответствуют норме, то пациент отпускается под динамическое наблюдение, что, в принципе, соответствует всем международным рекомендациям. Продолжение следует... Продолжение следует...